Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить сосиски из телячьих мозгов. Этот рецепт я нашел в книге Елены Малаховец, которая была издана еще в 19 веке. Я думаю, этот рецепт будет очень интересным, и я сейчас хочу его приготовить. У меня есть мозги от трех коров. Пока будут готовиться мозги, я возьму белый хлеб, он уже немного подсох, и порыжу его на кусочки для того, чтобы замочить его в сливках. Я использую батон, с которого я срезал корочку. Порезанный хлеб заливаю сливками 15% жирности. Пока хлеб будет раскисать в сливках, я промою мозги от остатков мелких косточек и поставлю их варить. Я совсем забыл сказать, что, конечно же, с мозгов я снял пленочку. Я всегда советую, перед тем как снимать пленку с мозгов, замочить их в холодной воде. Так написано во всех книжках. Но я уже достаточно много мозгов чистил и обратил внимание, что можно мозги замачивать в воде, можно не замачивать в воде. Одни пленки, с одних мозгов пленки снимаются очень легко, а с других очень сложно. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с убоем животного, но когда я снимаю пленочки, мозги вот так складочками, слишком друг к другу в складке близко расположены. Я каждую складочку раскрываю, и эта пленочка легко снимается. Но в некоторых мозгах все равно пленки очень тяжело снимаются и снимаются вместе с частью мозга. Сейчас я бросаю телячьи мозги в кипящую воду, добавляю туда лавровый лист, черный перец, уксус и соль. Чтобы семена перца не попали в мозги, я их кладу на марлечку и опускаю в кастрюльку. 3 столовые ложки уксуса, черный перчик, немного соли и лавровый лист. Сейчас водичка прогреется, и я около 5 минут на самом медленном огне подержу мозги. Вот при таком диком кипении мозги варились. Сейчас мозги несколько минут остынут. Пока мозги остывают, я пропущу через мясорубку с мелким ситом белый хлеб, который хорошо размок в сливках. И остывшие мозги через мясорубку пропускаю тоже. Мозги и хлебные крошки нужно протереть через сито. Но так как у нас уже 21 век, я буду использовать погружной блендер. Я думаю, получилось шикарно. Теперь нужно сливочное масло и яичные желтки. Я сначала взбиваю масло и добавляю желтки. И взбиваю опять в деже кремовзбивалки. И теперь я высыпаю сюда готовый фарш. Смесь перемешиваю на тихом ходу тестомяста. Вот столько белого перчика я истолкнул в ступке и добавлю к самому фаршу. Фарш уже готов. Но я сразу вижу свою ошибку. Я немного не отжал батон от сливок. И поэтому фарш стал слишком жидким. Единственная надежда, что при термообработке желтки, которые я добавил, загустеют. И поэтому сосиски получатся нормальной текстуры. Сейчас я начиню свиные кишки получившимся фаршем. Как легко и правильно подготовить свиные кишки для начинки колбас? Смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Я не знаю, повезло мне или нет, но из-за того, что фарш был очень жидким, сосиски наполнялись легко. Я просто наливал сюда фарш через насадку. И они вот такие мягусенькие. Но у меня большая надежда, что при варке они станут тверже. Теперь в рецепте Елены Молховец сказано. Варите сосиски с телячьих мозгов. Нужно в молоке, разведенном пополам с водой. Поэтому я наливаю молочко и воду в кастрюльку. Довожу это все до кипения и отвариваю сосиски. Минут 5-7, пока там они немножко затвердеют. Сосиски из телячьих мозгов. Я сгораю от нетерпения попробовать, как они получились. Фарш был очень жидкий и все равно сосиски надулись. Я не знаю, что там внутри, но интересно. А вот здесь у меня салат из проростков бобов Мунх. Или, как обычно его называют, это обычный горох-маш. Очень вкусные, полезные и витаминные. Как быстро и правильно прорастить маш, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Класс! А здесь у меня смесь зерновых дистиллятов, рожь, овес и кукуруза. Так. Попробуем этот древний рецепт. Проросточки такие витаминные. Начну с краешку. Отрезаем. Так. Пока еще ничего не бежит. Это уже хорошо. На срезе текстура очень мягкая, как паштет. Аромат. В аромате отчетливо слышны запах мозгов телячьих и пряностей. Это мускатный орех и перчик. Вы знаете, а это вкусно. Текстура настолько нежная, воздушная, как будто бы какой-то мусс. Но по вкусу характерный мозг или мозги теленка или коровки очень вкусно. Это абсолютно другая текстура и другой вкус, если бы это были обычные жареные или вареные мозги. Интересно. Во вкусе слышны нотки сливок, потому что здесь были и сливки, и яичные желтки, и, конечно же, сливочное масло. В самом рецепте еще Елена советует обжарить на чухонском масле сами сосиски после отваривания. Чухонское масло это масло взбитое из чистой сметаны. Но очень нежные сосиски. Я не хочу их сейчас обжаривать. И даже по сравнению с самой оболочкой кишок, текстура настолько нежная, что кишки даже не хочется кушать, хотя они съедобные и натуральные. Я только что попробовал сосиски, которые были не обжаренные, но подумал, что все-таки лучше их немного обжарить. Сосиска обалденная, но все равно натуральная оболочка, хоть я ее и обжарил, плохо жуется, потому что она не так постушилась, как будто бы это домашняя колбаска. Это абсолютно новый взгляд на приготовление масло, совершенно другая текстура, абсолютно другой вкус, но очень интересно. Делается все очень просто и даже для хорошего праздника это очень даже годится. Друзья, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого древнего рецепта, ставьте вот такие огромные жирные лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу, а вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.